Безусловно, в результате грехопадения, за пределами рая возникает разделение, своеобразный водораздел. И с этой мыслью мы переходим ко второй подтеме нашей лекции «Бог и Божий род». Книга Бытие, глава с 4 по 11. На этом мы и сосредоточимся. Рисунок 2, если вы помните, обращает наше внимание на благочестивый и нечестивый род. В главах 4 и 5 это противостояние между родовой ветвью Каина и другой родовой ветвью, достигающей своей кульминации в лице Сифа. Каин и Сиф. Бытие 4, стихи с 17 по 24, описывает нам родовую ветвь Каина, Каина, убившего своего брата. Кульминационной фигурой этого рода является ламех. А что же представляет собой он? «Если Каин убил своего брата, то ламех будет убивать, убивать и убивать. Эту ветвь отличает насилие, которое максимально выразилось в поколении потопа и которое подверглось жесточайшему осуждению». Если вы берете время, почитайте Бытие 4, 17 со ссылкой на Каина, а также стих 24, где ламех сравнивает себя с Каином как своим предшественником. С другой стороны представлена родовая ветвь Сифа с 4 главы 25 стиха до 5 главы 32 стиха. Сиф родился вместо Авеля, которого убил Каин. И эту ветвь отличает то, что ее представители взывали к имени Божьему. Если ветвь Каина характеризовалась насилием, то эта ветвь постоянным обращением к Богу. Кульминационной фигурой в ней станет Ной. Мне хотелось бы вернуться к тому, что вы сказали по поводу достаточности и разумности всего сотворенного по Божьему замыслу. Скажите, а что еще можно сказать о безбрачии? Да, это мы еще будем обсуждать. Но думаю, что уже в контексте Нового Завета. Мне представляется, что у женатых христиан свое призвание, у неженатых свое, или же, как вариант, вы какое-то время состоите в браке. И то, и другое следует понимать в эсхатологическом контексте. Но к этому мы вернемся несколько позже. Если в своем изложении я не коснусь вашего вопроса, задайте его, пожалуйста, еще раз. Итак, с самого начала перед нами предстают два пути, два образа жизни, благочестивый и нечестивый. И этот мотив, как я уже упоминал, органично вплетен в ткань Писания, проходя через нее красной нитью, если рассматривать Писание как картину, как тканый узор. Вот что говорит Билл Дамбрелл в качестве резюме в своей книге «В поисках Бога». Неудивительно то, что представление библейской эсхатологии должно включать в себя первые 12 глав книги Бытие, которые играют значимую роль в каноне, в аспекте, с одной стороны, описание потенциальной возможности порядка в сотворенном мире, а с другой, человеческого и природного беспорядка, в который этот мир постепенно впал в результате грехопадения человека. Итак, два способа существования — порядок и беспорядок. Бытие 1-2 рисует нам мир, над которым в Божьем присутствии человек должен был владычествовать. При условии сохранения человеком богоцентричности он был вполне способен осуществлять Божьи замыслы. Бытие 3-11 показывает последствия грехопадения человека и распространения греха. К 11 главе, если вы помните эту историю о Вавилонском столпотворении, человеческое общество, как мы видим, утрачивает свою богоцентричность. И далее он пишет важную вещь. Остальная часть Библии раскрывает нам способ, посредством которого ожидание будущего поступательно и последовательно расширяется формированием поклоняющегося народа Божьего. А также институтов, призванных объединять этот народ с целью противостояния беспорядку, характерному для бытия 3-11. И народ и институты найдут свое окончательное выражение в дарованном Богом новом мире. Здесь можно добавить, что это дело, дело формирования поклоняющегося Божьего народа, будет выполняться через определенную родовую ветвь, через семя жены, через род сифа, от семени жены к семени нетленному, Христу. Вот такое дополнение. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com За пределами рая библейский сюжет продолжается. С точки зрения Божьих обетований и Божьего замысла на этот раз через заключение завета с Авраамом. Давайте еще раз обратимся к одному из ключевых библейских текстов из 12 главы книги Бытие. Это обетование Аврааму. Ведь эта родовая ветвь идущая от Сифа через Сима на данном этапе достигает своей кульминации в библейском повествовании об Аврааме. Который получает обетование от Бога и становится Авраамом. Бог вне всяких сомнений творит свой народ. В Бытие 12.2 Он обещает Аврааму произвести от него великий народ и произведет от тебя великий народ. Несколькими главами позже в Бытие 15.5 если сравнить вышеупомянутый стих с этим Бог говорит Аврааму «Посмотри на небо и сосчитай звезды столь бесчисленным будет и твое потомство». И далее, конечно, исключительно значимый момент, когда Бог дает Аврааму новое имя один из переломных моментов. В Бытие 17.5 «И не будешь ты больше называться Авраамом, что значит превознесенный отец, но будет тебе имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов». Бог замыслил Бог замыслил нечто грандиозное. И Авраам играет в этом замысле одну из главных ролей, чему мы находим многочисленные подтверждения. Число его детей действительно умножается, в связи с тем логично обратиться к теме Бог и Израиль и библейским книгам «Исход» и «Второзаконие». Обратиться обзорно. Я употребил латинский термин, который выражает мысль выборочного чтения. Иначе говоря, это обзор книги в целом, читайте ее полностью. Просто латынь добавляет высказываниям экстравагантности, вы не находите. Особенно в письменном виде и особенно курсивом. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»